здравия желаю господа одномоторники андрей юрьевич продолжаем сравнивать несравнимое как говорится значит ну естественно не специально все делалось это просто так вот получилось что человек заказал пятерку ямаху а на завтра к нему поедет так сказать высылаем и взял я со склада сразу под обзор альфу f6 ямаха f5 значит что хочется сказать во первых но мы имаху уже открыли воду еще пока не окунали значит из пятерок шестерок четырехтактных наверное два реальных мотора это ямаха и suzuka то есть suzuka df 456 и ямаха также 456 вот это два мотора из которых можно так сказать выбирать mercury tohatsu я набаловался не рассматривая его в этой категории мощности вот хонда дорогая нет запчастей ну и какая-то она не знаю не нравится мне даже как работает не нравится и косяки на ней были с маслонасосом кстати вот поскольку поскольку это сам популярный мотор сейчас он что-то 77 что ли 1000 или 78 не помню же цену вот раньше делала франция с белыми колпаками и серыми колпаками шла япония значит не знаю почему но то ли французский завод вообще закрыли то ли перепрофилировали на что-то другое у ямахи много заводов и много всякой продукции но с белыми колпаками моторов по моему уже нету по крайней мере у нас и с японии серыми крашенными колпаками их уже тоже нету то есть моторы теперь вот специально можно посмотреть где они сделаны made in таиланд вот но скажем так по коробке коробку очень плотный очень плотный картон вот сразу по мерею так сказать 65 с половиной 50 это просто для того чтобы кому-то если что высылать и 135 вот такие габариты коробки дальше значит коробки теперь идут без пенопласта не знаю с чем это связано ноу-хау или переработка так сказать картона но вот мотор лежит теперь вот на таком полиэтиленчике и лежит уложенный вот такую вот короче говоря вот такую вот вещи естественно мне это не понравилось почему потому что даже на складе предупредили будете отправлять обязательно сфотографируйте потому что моторы в транспортных кидают а он здесь вот так вот ходуном ходит и разбить его намного легче но мы тут естественно обложим чем-нибудь его там пеноплексом какими-то может быть замотаем в этот пузырьковую пленку но в любом случае вот это не плюс это точно здесь вот кармашек а баков теперь тоже к ним не идет выносных то есть бака в комплекте нету вот и из зима что нам дали значит здесь шнур аварийный чека инструменты и одна свечка то есть никаких прокладочек пробочек это естественно и маха не дает вот лежит вот здесь там она и поедет вот теперь значит что по поводу альфы ну сборка китай естественно 114 у yamaha коробка то подлиннее на 65 66 и на 47 да у yamaha коробка то по погуще будет значит сразу хочется сказать одну вещь многие покупают мотор сначала какой-то пятисильный а потом пытаются его форсировать вот этого делать не нужно лучше друга рыбака занять денег и купить сразу шестисильный мотор потому что все эти переделки они потом выходят намного дороже вот и у альфы к счастью именно 6 сильный мотор а не 5 сильный с наклейками 6 то есть именно 6 сильный мотор катались на это моторе люди не доверять смыслу значит на надувной лодке 332 человек на глиссер выводила вот подходить пересмотрим что здесь ну здесь пенопласте мотор лежит чуть наискосок а yamaha лежит по прямой соответственно документы шланг с грушей чека бак в комплекте кстати оптичка здесь инструменты паспорт и что нам дали здесь а здесь нам дали две пробочки крыльчатку и две прокладочки да вот вторая и один шплинтик то есть здесь комплектик получше такая промасленная хорошая веревочка для аварийного стартера еще бак да бак с указателем уровня бак стать такой довольно таки тяжеленький качественный все и соответственно сам мотор сейчас мы попробуем их рядышком повесить потому что один я его не выдерну со своей спиной видео все равно придется разрывать вот и посмотрим что у нас дальше как они чем отличаются снаружи скажем так для того чтобы хотя бы лохотрон щеки не могли вам продать один мотор как другой даже вот для этого просто сравнить так ну вот мотор и повесили значит подходи поближе будем смотреть отличия значит первое на yamaha пластиковые зажимки значит на альфе они металлические алюминиевые дальше у альфы более красноватый оттенок пластика резиночки на кнопки аварийный на обоих есть резиновые чехлы на коннекторе на yamaha только вы выдавлена здесь еще и красочкой подрисовано дальше чуть-чуть отличаются румпели значит у альфа такое вот сужение на ручке у yamaha идет однородная ручка даже кстати говоря вот это вот картинка отличается здесь и здесь ними вот то есть есть отличие на картинке да значит получается здесь черным подкрашены клепки здесь они саморезы и но винты какие-то и они не покрашены дальше у yamaha колпак пластик вот такой вот блестящий это не покраска у альфы покраска вот раньше такая покраска была и на yamaha когда без покраски колпак то вот ну у suzuki допустим он очень неприглядно выглядит через какое-то время потому что пластик поцарапать намного легче чем краску ну замотовать грубо говоря его дальше у yamaha здесь есть рисуночек на среднем кронштейне у альфа его нет разного цвета кронштейн для сюда обычно аварийную чеку цепляют но это для того чтобы мотор скажем так аварийно если слетает то здесь карабин и куда-то он пристегнут в лодке ну то есть проходка так сами ручки сами ручки очень похожи да прям практически один в один здесь отливка есть и на той на той колпаки естественно разные вот разные рамки то здесь он покрашены здесь он черный внизу заметили что нет колпачка то есть у yamaha колпачок у альфа колпачка нет по подвеске вроде бы но вот только тоже то что поджимной зажим вот этот рулевой в принципе практически одинаковый остальное все очень даже похоже ну соответственно у альфы цвет чуть посветлее дальше 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 стандартная такая вот ситуация берем один колпак берем второй колпак и пытаемся и перекинуть местами чтобы понять подойдет один от другого или не подойдет все все подошло то есть если кому-то понадобится колпа как такой yamaha то можно спокойно его покупать от альфы кстати колпак очень даже такой звучат даже по-разному колпак очень толстенький надежный сломать будет не так просто дальше до альфовский явно тяжелый колпак однозначно дальше приходим переходим к внутреннему осмотру так 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 но цвет блока естественно отличается цвет вот допустим здесь коллектор впускной на альфе покрашенный здесь он не покрашенный крышка клапана и по-разному стартер очень сильно похож даже можно перепутать только вот наклейками отличается а так можно очень легко перепутать один с другим бачок у yamaha чуть светлее пластик у альфа чуть темнее пластик пробки у yamaha ярко-лимонная у альфа такая немножко апельсиновая и глазок под масло то же самое у альфа такой в yamaha он более какой-то темный что ли вот еще но это естественно разработается но вот очень тяжело ходит рубль на yamaha то есть зажат реально зажат хотя какой-то люфтик есть здесь тоже есть маленький люфте но этот не так зажат вот ну и сейчас соответственно кунем их в воду проверим масло в редукторе но обычно всегда залито на всякий случай проверим окунем воду и заведем посмотрим как работает один как работает второй будет ли разница в каком-то звуке запускаем yamaha для запуска соответственно мы пользуемся всегда наружным баком подключили подкачали поставили очагу здесь есть метка как устанавливать на какую на какую так сказать на какой уровень ставить ручку газа и подсосик подсосе кстати очень мягонько ходит то есть первый запуск не заводил ничего смотрим с какого раз заведется давай потяжка все холостой ход вот так вот он на таких оборотах может работать просто вечно обороты не меняются глушим и заводим всегда прибавляем чуть газу в общем ямаха как ямаха никаких посторонних звуков не слышно хоть и таиланд жесткая но это немножко резинка прижмется и будет скажем так помягче открываться сейчас специально камеры обведем вокруг мотора чтобы было слышно какой-то может быть звук звук у одного цилиндра всегда своеобразный немножко стрекотящий такой ну вот примерно так так сейчас выработаем топливо здесь еще есть краник который нужно закрывать перекрывать внизу он либо среднее положение это закрыто туда это наружный бак и вправо это внутренний бак вот так вот наступает тишина вот так вот наступает тишина на одном карбюраторе он может работать очень долго на самом деле поскольку мотор не обкатан и сильно газовать не будет масло будет залить туда свое прорезочное мы его потом сливаем а бензин вырабатываем для того чтобы не доливался у нас карбюратора и не было запаха при транспортировке потому что запах это испарение бензина и это может загореться просто напросто очень хороший мотор для любителей троллинга прям вот просто идеальнейший для любителей троллинга лодка эгоист один человек мурбучок рыболовный и вот такой вот мотор который в одно лицо можно таскать вес я в нем не понял но по-моему что то в районе там 27 метров 30 килограмм специально не выключаю камеру чтобы вы понимали насколько экономично там не знаю 100 грамм наверное какой 100 грамм объект от карбюратора вот карбюраторы и сами шланги может быть 100 грамм все наберется все вместе в общем бензин мы доработаем потому что камеру столько включенную держать и так сказать никакой информации для человека это будет просто очень скучно просто в этом месте резанем и так сказать сейчас в альфу зальем масло и заведем так ну теперь значит альфу поставили в воду масло проверили дали подсосик дали чуть-чуть газку и так же пытаемся заводить кстати на альфе сразу не увидели наклейка по поводу краника тоже есть только она сбоку а не на центральном кронштейне но есть вот такая вот пирочка о том кто собирал там и все такое ну то есть короче контроль качества пытаемся завести посмотрим с какого рывка так сказать запустится запустилось так же чуть-чуть киркануло видимо масло куда-то попало при перевозке все холостые обороты что на юмахе что здесь можно чуть убавить вот так вот работает по ощущению может быть чуть-чуть пошумнее а да норм racket работаю чуть-чуть пошумнее прометили пометили трансляция трансляция изданья с Вот на макошке видно, как работает масло, там система разбрузки, у него стоит кастереночка, которая это масло разгоняет всем легко. Ну и вот так же становится тишина. Даже немножко побосится. Тоже не теряет обороты. Толкат. Толкат. У нас топ-пока. Толкат эт finans. Не это всё пока. Больфар как много блестит, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И единственный косячок, который нашли Это то, что болтается колпак В остальном, в принципе, если он еще и реальная шестерка То за эти деньги, может быть, и да Потому что подогнуть колпак за каких-нибудь там 20 или 30 тысяч рублей Или 15, я думаю, что любой сможет Ну и в остальном В принципе, нормально Выбираем коннектор Заподываем Естественно, DimaTorzok Естественно, DimaTorzok лучше Тут говорить нечего Видно только то, что начал немножко экономить на чем-то Ну, на покраске, допустим Но в любом случае DimaTorzok лучше однозначно Вот, а тут уже надо сравнивать цену и выбирать Что вы, так сказать, по карману тянете Тянете DimaTorzok, берете DimaTorzok Не тянете DimaTorzok, вот она Очень даже неплохая замена По крайней мере, все смазано Вот у Yamaha струбциды не смазаны Долг смазан сразу, изначально Ну, это мелочь, конечно Но все равно говорит о культуре производства И о каком-то качестве Той же сборки Вот примерно так Выработал, естественно, топливо Всем удачи на воде, катаясь на МАКС Ну, еще как по скрипту Пока вырабатывалось топливо Посмотрели Сюда вот У Yamaha здесь стоит сеточка Через которую вы, так сказать, заливаете бензин У Альфа этой сеточки нет Сейчас вот здесь покажем Вот, ну и завод Альфа продает моторы И завода вот этого Колон Глория И завод Альпас Я, естественно, склоняюсь к Колон Глории Потому что, ну, как-то мне вот Больше нравится Подход В некоторых двухтактных моторах Даже лежит мерная Емкость для того, чтобы размешивать масло с бензином Ну, это так уже мелочи Но все равно Как говорится, мелочь, но приятно Вот испытания мы все А, и вот здесь вот еще щелка побольше У этого самого Альфа Вот эта вот щель Она чуть побольше, чем у Yamaha В Yamaha здесь щели нет Оно все прилегает очень хорошо Ну, вот примерно так Субтитры сделал DimaTorzok